Вадим Тишкин вернулся на родину из стулы с бронзовой медалью. Спортсмен выступил на Кубке России по пауэрлифтингу весовой категории 120 плюс килограммов. Признается, конкуренция высокая, превзойти себя в этот раз не удалось. Однако это лишь стимул для дополнительных тренировок и участия в следующем первенстве. К слову, оно пройдет 17 ноября в Екатеринбурге. Хотелось бы выступить чуть лучше, чем получилось. Удалось не все слегка реализовать. Но спорт есть спорт. Впереди следующие старты, следующие планы. Все реализуемо. В категории до 74 килограммов серебро забрал Егор Хуторов. Спортсмен показал свои возможности в классической дисциплине жим-лежа. Пауэрлифтингом Егор занимается с 2017 года и в другом виде спорта на данный момент себя не видит. В соревнования по пауэрлифтингу я пришел совершенно случайно. Участвовал в спартакиаде между фузами региона. Как только у меня начало получаться более-менее как-то выступать и тренироваться, меня это затянуло и понравилось. Сразу после Кубка России Егор вновь испытал себя на прочности, выступил на чемпионате Приволжского федерального округа. Ульяновскую область также представила Софья Сергеева. Спортсменка вложила буквально все силы в первенство и завоевала золотую медаль в категории 47 килограммов. При этом школьница увлеклась пауэрлифтингом летом этого года. Добиваться желаемых результатов помогают тренировки. Им Софья уделяет 6 дней в неделю. В принципе, было несложно. Волнение присутствовало. Готовилась я, наверное, за месяц с начала старта. Пожала 67 килограмм. Тренировки проходят в комфортном для спортсменов формате. Комплекс упражнений тренеры подбирают индивидуально. Упор делают на дисциплину, постоянный спортивный рост и здоровый образ жизни. Это фундамент для будущих побед. Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас также очень много молодых людей, как и парней и девушек, приходят в зал, занимаются с увлечением. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату России, который пройдет в следующем году. Александра Никитина и Олег Тончин. Уллправда.ТВ